МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал Си-Би-Си. Общественно-политическая передача Актуальна сегодня. Я ее ведущий, Санан Зайб. Гости сегодняшнего выпуска непосредственно у нас в студии и полковник в запасе Расим Мухтаров. Расим Малам, здравствуйте! Добро пожаловать к нам в эфире. Здравствуйте! И непосредственно из Израиля с нами будет Арье Гуд, известный израильский эксперт в области международных отношений. Арье, здравствуйте! Спасибо, что присоединились. Здравствуйте! Здравствуйте, Санан. Уважаемые гости, я начну наш разговор. Мы начнем непосредственно тема нашего разговора начальной. Это, конечно же, военные учения, которые... Азербайджанно-турецкие военные учения, которые начались в турецком Карсе, они начались на этой неделе. И вот на них достаточно нервно, истерично реагируют в Армении. Я просто, прежде чем перейти к вопросу, на сайт Минобороны говорится, что согласно сценарию учения, учения минометные подразделения уничтожили различные цели. Это имеется в виду, там проводятся совместные тактические учения зима 2021. Я бы хотел, чтобы вы, в первую очередь, нам рассказали, о чем нам говорит характер самих учений. Потому что соседние Армении восприняли ее как угрозу для себя. Они говорят, что это прямо на наших границах. Армянская сторона, к сожалению, реагирует истерично. Что их так напугало? И характер самих военных учений в чем заключается? Ну, во-первых, я хочу напомнить, что до начала Отечественной войны были учения Кавказ под эгидой России. Что-то мы тогда не нервничали. Армяне тогда и не думали нервничать. А теперь, когда мы с Турцией проводим совместные учения, они занервничали. Ну, я вам скажу, что учения проводятся для того, чтобы учитывать опыт и учить войска тому, что необходимо на войне. Тем более, на фоне того, что вот так 44-дневная война успешная для нас была. Там, конечно, очень много достоинств было, но и недостатки были. Поэтому мы совместно с Турцией, то есть наши вооруженные силы, с турецкими вооруженными силами, проводят учения, чтобы обобщить этот опыт. Чему-то они нас научили, чему-то мы их научили. Все-таки братская страна. Они нам всяческую поддержку оказали. И, конечно, армяне будут нервничать, потому что она проходит у их границ, в районе Карса. Ну, я не знаю, что от нас там участвует, в каком количестве. Я врать не буду, потому что информацию такой не обладаю. Но учения – это необходимо. Я за свою жизнь столько учений провел. Говорят, что поле – академия воина. То есть то, что в классах готовится, это все должно обязательно обкатываться в поле на учениях. А то, что они говорят, что они наступательный характер носят. Вообще-то, честно говоря, я с трудом представляю, что армия, которая проводит военные учения исключительно оборонительного характера, любая оборона, если вы обороните, так или иначе, если она успешная, вы переходите в наступление. Ну, я не знаю, вам как военному виноватнее. Вопрос в том, что я вот в Советской Армии отслужил 16,5 лет. Я на многих учениях участвовал. Обычно 90% учений всегда отводилось на наступательную тематику. Ну, оборона, она, вы понимаете, немножко сложная вещь, потому что больше мишеней надо в несколько раз, в 10 раз больше, там, каких-то имитационных средств. Наступление пробую вообще организовать. Вот если взять Великую Отечественную войну, когда, вот говорят, стратегическая инициатива, инициатива всегда бывает у того, кто наступает, потому что он решает, где наносить головный удар. А обороняющие вынуждены искать, где, и может догадается, может найдет, может не найдет. Поэтому, конечно, на первом этапе, может быть, наступательное действие, а потом уже, когда до определенного рубежа дойдем, противник всегда пытается вернуть утраченные позиции, и там наши переходы... То есть комбинированный характер. Это всегда первый этап, второй этап учений. Все зависит от масштаба, привлекаемых войск, пространственных. А тут, тем более, две страны, у них тактика натовская, мы ее учим. Об этом, Расим, по поводу НАТО у меня отдельный вопрос будет. Арья, я с этим же вопросом хотел бы к вам обратиться. Что так напугало армянскую сторону в этом плане? Расим Алим очень четко обозначил по поводу, что и Армения же сама с точки зрения поддержания боеготовности армии от практики военных учений не только не отказалась, но и, скорее всего, у них там и будут военные учения, и совместные военные учения, и как бы они их ни проводили, Армения маленькая страна, это будет или на наших границах, близ наших, или турецких. Но я, как бы, мы никто же по этому поводу ни в Баку, ни в Анкаре не нервничает. Что так пугает армянскую сторону? Насколько логичны те обвинения МИД Армении, да и военных их, то, что они так говорят, да, таким образом, в условиях, когда сами же они не отказываются ни от каких учений? Конечно же, в данном случае у армянской стороны мы логики практически не видим. Но, скорее всего, мы понимаем другую игру, это геополитическую, которая сегодня складывается в регионе. В ситуации, когда у Армении не осталось реальных союзников, даже Катерян называет Армению протекторатом России, то есть не считая ее даже достойным себя быть союзником России. Россия, учитывая последние события и последние выступления Медведева, где он сказал просто пока надо забыть статус Нагорного Карабаха, говорит о том, что внешнеполитические амбиции России на Южном Кавказе не утихают, но в то же время Россия прекрасно понимает, что здесь она сталкивается уже с новой геополитикой Южного Кавказа, где есть страна, которая называется Республика Турция, которая является на самом деле стратегическим союзником Азербайджана, братской страной для Азербайджана. Поэтому в этом смысле Армения все прекрасно понимает, что шутить нельзя, но с другой стороны мы видим, что страна, которая потерпела поражение, страна, которая потерпела геополитическое фиаско, экономическое фиаско, военное фиаско. Мы видим, что на политической арене вместо того, чтобы возникли силы пацифистские, то есть думающие о каком-то плане маршала для Армении, как это было в 1948 году после плана маршала в Европе. Но с другой стороны мы видим ситуацию, что вместо таких сил появляются вновь эти силы, которые мы прекрасно знаем. Это Катерян, Сарксян, бывший министр обороны Тоно Ян. И в этой ситуации спрашиваете, что в этой ситуации должен делать Азербайджан. Азербайджанское руководство, министр обороны Азербайджана, все прекрасно понимают, что Азербайджан всегда должен быть готов к этим реваншистским настроениям и к этим реваншистским силам. Конечно, сегодня на самом деле ваш тоже совершенно правильно сказал, что сегодня у Азербайджана такие возможности военные, военно-технологические. Здесь я хочу отметить роль Турции и роль Израиля, которая немаловажна была в Отечественной войне. И это реально отторгнуло какой-то миф о создании дружбы между Израилем и Арменией. И все прекрасно увидели, на какой стороне Азербайджан и кого защищает Азербайджан. Израиль. Израиль защищает справедливость. А справедливость это международно признанные границы Азербайджана, которые признает весь мир, и в том числе Израиль. В штате ситуация, что, открыв посольство две недели до войны, они его закрыли и уехали. Да, эта картина довольно смешная была, которую, я так понимаю, и в Израиле толком не поняли, зачем вы это посольство открыли. Я вам скажу, если вы читали информацию о том, что в Министерстве диаспоры Израиля распространилось заявление, отчет об уровне антисемитизма в мире. И Армения реальным образом подчеркнута как страна, которая не просто на маргинальном уровне, как на государственном уровне премьер-министр обвиняет Израиль в фашизме. Можно ли Израиль, государство, страна, народ, который пережил Холокост, обвинять в фашизме? Это прекрасно, все понимают, в Израиле, и поэтому можно сказать с Арменией никаких экономических отношений практически не было, политических, а их практически нет. Несомненно. А мы к этим вопросам я еще верну, но я хотел бы вернуть, я хотел у Расима один вопрос уточнить. Вот вы сказали про то, что у них немножко другие стандарты, имея в виду турецкую сторону. В мире, в принципе, сложившиеся, общепринятые есть стандарты НАТО в военной сфере, если и другие есть, то они существенно, скажем так, в усеченной форме. НАТОвский стандарт, он общий, мировые и так далее. Я просто хотел бы узнать, вот мы не первый же год сотрудничаем в военной сфере с Турцией, многочисленные, там посчитать даже сложно будет, сколько военных учений мы проводили с Турцией. Насколько все это, вы как человек военный, я хочу, чтобы сказали, насколько это приближает нас к стандартам НАТО, приближает ли вообще и видите ли вы необходимость в приближении вооруженных сил Азербайджана к стандартам НАТО или же как бы есть какие-то традиции, сложившиеся, скажем так, в азербайджанской армии, которые немножко иной характер носят? Вы знаете, я скажу, сравнивая две системы, я Академию фронта закончил в Москве, а потом так получилось, что в нашей армии я уже был начальником кафедры тактики и оперативного искусства в нашей Академии и мне по долгу службу приходилось ездить уже в Турецкую Академию и поэтому я достаточно хорошо знаю и ту систему и ту систему. Я вам скажу, что НАТОвская система, турецкая, она, конечно, взята за основу американская система. Там просто учитываются разные возможности, потому что у американцев они побогаче, у них авиации побольше, у них боевых вертолетов много, Турция этим похвастаться не может, но основные стандарты те, но я вам скажу, более логичное построение работы штабов, обучение личных составов, есть, конечно, они много взяли русских, в советской армии, но в общей сложности по времени принятия решения, по организации боя, все, НАТОвская система намного логичнее, даже условно-тактическое обозначение более лаконичное, более доступное, более удобное, времени меньше уходит, и руководить вооруженными силами и структуры этих вооруженных сил намного для нас более приемлемое, потому что мы же, видите, не то, что мы по старой российской, мы в свою армию начали с нуля строить именно по турецкой системе, у нас не полки и дивизии, у нас бригады и корпуса, как турецкая армия, а Турция берет основу тоже американская. То есть направление выбрано, в принципе, к НАТОвским стандартам. Да, ближе к НАТО, потому что оно доказало свою более эффективность, потому что армяне однозначно по советской, по российской системе воевали, вот они проиграли. Они в эйфории были, что мы в 94-м году победили, просто тогда нас армии не было, они на лаврах победители, а тут, когда пришло отрезвление, они начинают вопить, что азербайджанцы с турками проводят совместные учения. А с кем нам проводят? С армянами, что ли, проводят учения? Это было бы смешно. Да, это было бы, конечно. Арье, я хотел бы к вам обратиться вот с таким вопросом. Понимаете, говорят, страх плохой советчик. В Армении вот то, что Расим Алим сейчас сказал, истерят вокруг того, что Азербайджан, Турция проводят учения на наших границах и так далее. Есть ощущение, что они загоняют вот эту атмосферу страха создают среди своих же граждан, которых вот со стороны, мы же-то понимаем, что никакой угрозы для Армении это по сути не носят, но они начинают пугать своих граждан, возникает какой-то психоз, стресс. Опять же, понимаете, люди, которые пережили войну, их дети были на фронте, погибших много, только-только, может быть, выходят, их загоняют, создавая вот эту истерику вокруг этих учений и загоняют в истерику свой же народ. Вообще, вот как вы считаете, есть ли чего бояться Армении в этой ситуации, армянам, да, и как должна правильно реагировать армянская сторона на подобные учения? Ну, понимаете, они пока в данном случае находятся в определенной такой тяжелой психологии проигравшей стороны. Они знают, что они проигравшая сторона, несмотря на ту информационную войну, которую мы тоже ведем для Азербайджана, и в данном случае очень, во многих средствах информации, материал прошел, кстати, через неделю на израильском телеканале будет большой телевизионный репортаж в течение 40-45 минут об этой войне и соответственно в этой ситуации они загнали себя в угол. Понимаете, в ситуации, когда у них реально официальная Москва прекрасно понимает, с кем она ведет геополитическую игру. В данном случае Турция является гарантом этой всей геополитической игры. У Азербайджана великолепные отношения, братские отношения. В этой ситуации Армении, кроме данном случае, чтобы начать новую страницу с Азербайджаном, чтобы понять, что все это время 30 лет они обманывали собственный народ, ни к чему этому не привели. В этой ситуации, когда народ экономически страшным состоянием, политически, психологически, геополитически, в этой ситуации то, что сказать, давайте откроем новую страницу с Азербайджаном и начнем думать по-другому. Хороший пример Израиля есть. Израиль больше 25-30 лет со дня до своей независимости имел большие проблемы с Египтом. Египет был той главной страной, которая вела арабского мира, которая вела войну с Израилем. Но Египет стал первой же страной, которая объявила дипломатическое отношение к Израилю и открыла новую страницу. Сегодня мы видим, что практически все страны персидского залюзима, которые не признавали Израиль, сегодня готовы открыть свои инвестиции для Израиля. В этой ситуации, для того, чтобы понять, что происходит в мире, надо просто взглянуть на этот меняющийся мир. Но, к сожалению, в армянской стороне еще присутствуют эти реваншистские настроения. Я думаю, что это у них займет время, потому что отечественная война была для них очень тяжелым и сокрушительным ударом со стороны азербайджанского офицера, азербайджанского солдата. И у меня еще один вопрос будет. Этот вопрос касается, я адресую как и Росим Арье вам. Давайте начнем непосредственно со студии. Дальше я обращусь к вам, Арье. Дело в том, что 30-го, Арье сказал по поводу геополитики, 30-го января открылся совместный мониторинговый центр российско-турецкий, турецко-российский. Он как бы, основная задача смотреть, чтобы мир был прочным в этом регионе после войны. Каким вам видится, мы с вами несколько вопросов говорили о разности этих систем. На самом деле уникально. Мне сейчас в голову не приходит такой, чтобы одна страна НАТО, одна, но мягко говоря, они в принципе из противоположных сторон, скажем так. Российская Федерация с одной стороны, Турция, все-таки, опять же говоря, член НАТО, хотя достаточно самостоятельный. Каким вам видится успешность этого проекта? Что станет, скажем так, что поможет проекту этому быть успешнее? Опять же, я хотел бы вашу оценку с точки зрения как сработаются с учетом разности систем. Спасибо. Вы знаете, я хочу вспомнить слова президента России Путина, когда его начали в прессе, на телевидении многие начинают говорить, о, турецкий солдат приходит на азербайджанские земли, это наше подбривающее, это наша зона интересов. Он сказал, Азербайджан суверенная страна, она сама решает, кого приглашать, какого солдата и какие объемы. Это было все, это официальная точка зрения России. Теперь насчет миротворческого контингента и вообще мониторинга, там же не идут боевые действия, там не отрабатываются военные ученики, там миротворческая операция, то есть контроль за тем, чтобы люди не гибли, а не для того, чтобы кто-то что-то захватил, кто-то какие-то операции провел. Там собрались офицеры и турецкие, и российские, и совместно, я был, помню, в Академии и в Турецкой, там у них симуляционный центр, я помню, и российские офицеры туда приезжали, там какие-то миротворческие операции всемирного масштаба отрабатывали, это все для того, чтобы не вспыхнула опять война, потому что тут проблемы опять остались, которые не до конца решенные, потому что на территории, оставшейся под контролем так называемой НКР, есть вооруженное формирование армянское. В данном случае речь идет о территории, которая под мандатом миротворца. Это как раз-таки вот эти неполные 3000 квадратных километров, это половина Гадрудского района, сам Ханкианды и часть... Ну, сейчас он Ходжавенский район. Ну, так они называют. То есть, этот вопрос нужно решать, чтобы они, если хотят мирно жить, сосуществовали вместе с нашими азербайджанцами. Наш президент дал гарантии. Получайте азербайджанский паспорт, получите все гражданские права, которые другим... У нас же много национальностей живут, прекрасно живут, у нас большие диаспоры есть. Почему бы вам не было? Ну, видите, там есть нюансы, которые... Они думают, что русские пришли воевать на их стороне, хотя это не так. Поэтому, как говорится, что уже одна голова хорошо, а две лучше, это в элементарном вопросе. Конечно, они будут сотрудничать. Во всяком случае, присутствие турецких офицеров на нашей территории, она в какой-то степени дает гарантии, что этот конфликт заново не разгорится. Будем надеяться. Будем надеяться. Арье, ваше мнение по этому поводу хотелось бы, опять же, с точки зрения, что одна страна НАТО, другая, ну, скажем так, не враждующая, но они все-таки как-то по геополитике все-таки получаются противники. По крайней мере, у России позиция такая, что расширение НАТО им не всегда нравится, мягко говоря, да, этот момент. И ваша оценка, знаете, я еще хотел бы по какому поводу узнать, все это время в Ереване считали, что успешно могут манипулировать и играть на вопросах каких-то противоречий Анкары и Москвы, как им казалось, но в итоге мы имеем совместный мониторинговый центр. Да, это большой, конечно же, успех и Азербайджана, и Турции, и России. Понятно, что Армению очень сложно представить, что в регионе Нагорного Карабаха, международно признанной территорией Азербайджана, находятся турецкие войска. Конечно же, они предпочли бы, чтобы там находились только российские войска, чтобы можно было вытворять в кавычках чудеса, но в данном случае этот мониторинговый центр подтверждает, что в данном случае этот центр будет контролировать ситуацию во всяком случае в том регионе, где им определили. В данном случае турецкие войска являются частью организации Североатлантического Альянса. Россия и НАТО в определенных местах мы это видим прекрасно. Есть реальные противоречия, а с другой стороны мы видим на примере того же Афганистана, Россия и НАТО сотрудничество, и никаких проблем в данном случае нет. что Россия прекрасно понимает, что геополитика Ильхамма Алиев открыта, вся внешняя политика Азербайджана в данном случае транспарентна. Азербайджан ни с кем совоевать не собирается, не собирается воевать на чужой территории. это территория Азербайджана. В данном случае требуется от сторон, чтобы все соблюдали договоренности, которые есть. И, конечно же, кого-то может раздражать, кого-то не раздражать, что живут на территории вот этой территории, которую вы сказали, живут армяне. С другой стороны, как президент точно сказал, что мы мультикультуральная страна, мы готовы армяне жили на этой территории и будут жить на этой территории, если они хотят признавать и признают территориальную целостность Азербайджана. Те армяне, которые признают территориальную целостность Азербайджана и живут на территории Ханганды, никаких проблем нет. Потому что мы прекрасно знаем, как Расиман правильно сказал, что на территории Азербайджана проживает очень много мультинациональных диаспорий. Ни у кого из них нет никаких национальных проблем. Это не Армения, в которой кроме армян никого не осталось. Поэтому наверное этот синдром моноэтнической страны очень сильно мешает на этой территории. Но Азербайджан реально понимает, что в этой ситуации надо исходить не только из того факта, который есть, но никто геополитику не отменял. Россия и Турция сотрудничают во имя Азербайджана и во имя Армении для того, чтобы договориться и уже договорились, это уже реальный факт. Самое важное, чтобы Азербайджан никогда не забывал о том, что в Армении есть эти реваншистские силы. Если вы разрешите, об этом я хотел, у нас остается буквально несколько минут, а у меня опять же будет общий вопрос. Буквально несколькими днями ранее в Армении отмечали День Вооруженных Сил, праздник у них получился достаточно стрессовый, заявлений было много, поздравлений. Но я приведу пару таких цитат Уника Гаспаряна, главы Генштаба, в принципе в похожем ключе все остальные тоже высказываются. Он говорит, что на поле боя наши соратники творили чудеса, вписывая свои имена золотыми буквами на странице армянской истории. Во-первых, возникает вопрос, если они продолжили бы еще несколько недель так творить чудеса, чем-то это для них обернулось. Я бы хотел, как у военного, узнать ваше мнение по этому поводу. Еще одна такая цитата, армянская армия быстро оправится от своих ран, еще покажет врагу мощь своего кулака. Очевидно, что он говорит о реванше. И я хотел бы узнать, так ли быстро оправиться? Есть ли вообще шанс оправиться? Вопрос в том, что он выдает желаемое за действительное. То, что за 44 дня мы перемололи большую часть их вооруженных сил, а когда говорят, что Карабах это Карабах, Армения, 25 тысяч армянских солдат из Армении служило в Карабахе. Так называемые, первая общевойсковая армия, сплошная была из призывников с Арменией. Плюс они призывали еще 1050, еще там карабахские армяне. В общей сложности у них в районе Карабаха 1060-70 было, которые творили чудеса, и там осталось, может быть, одна четверть тех войск. Кстати, они даже не смогли в самой Армении призвать качественно, потому что молодежь сбежала просто. Некого было призывать. О каком реванше можно говорить, когда после того, как они получили наш железный кулак по морде, грубо говоря, уже там матеря встали, что зачем нам воевать с азербайджанцами? Верните наших детей. Мы, если вы не вернете, мы к президенту Азербайджана обратимся, он наших детей найдет. То есть нашему президенту у них больше доверия, чем к своему руководству. Ну, понимаете, конечно, какое-то государство навсегда должно свои вооруженные силы поддерживать, в дух, но оправиться от этого разгрома, вы поймите, сотни единых техники они потеряли. Как посчитали наши специалисты, на 4 миллиарда долларов они только в этой ванне техники потеряли. У них есть такие деньги восстановить? Тем более они сейчас начинают какие-то второсортные индийские средства покупать, еще и они дальше имеют. Русские танки им не нравятся, а кто им даст бесплатно? А немцы дадут? Или американцы дадут? Они очень выборочно к этому вопросу относятся. это не Россия, кому попало технику продают? Надо учесть, что Армении члену ДКБ из НАТО оружие будет получать очень сложно. Арье, буквально минута остается ваше мнение по этому поводу. Вот они говорят о реванше. Неужели у них впечатление такое, что азербайджанская армия не продолжит развиваться? Вот видимо на это они рассчитывают? Ну я здесь прежде всего с Расиманом полностью согласен и не буду повторяться. На самом деле азербайджанская армия нанесла сокрушительный удар по армянским вооруженным силам, хотя они говорят, что это силы обороны Карабаха, хотя все прекрасно понимают, что это армянские вооруженные силы. Ситуации, когда в стране такой реванш ситуации, когда нет экономического потенциала, когда фактически страна ничего не производит и сидит на дотациях той же России, о каком реваншизме можно говорить? Я это может и повторяю треть раз, не обижайтесь. Но несмотря на то, что там происходит, Азербайджан, Министерство обороны, Вооруженные силы Азербайджана на примере того же Израиля, для нас прежде всего безопасность страны. Все остальное затем. Поэтому хочешь мира, готовься к войне. И этот принцип я сегодня наблюдаю, что Министерство обороны Азербайджана очень хорошо держит. Поэтому самое важное и самое главное об этом не забывать. Какой бы враг был, слабый враг был, сильный, неважно, азербайджанские вооруженные силы должны быть готовы к любому развитию событий. И последние события доказывают, что азербайджанская армия и с военной точки зрения, и с технологической точки зрения, имея самые лучшие оборудования, самые лучшие вооруженные силы, имея полную поддержку со стороны Турции, я бы хотел отметить Израиля, потому что очень много израильского оборудования было применено во время Отечественной войны, это все доказывает, что надо быть сильным, надо не находиться в этой эйфории победы, но в этом смысле я думаю, что та фраза, которую вы сказали, она на самом деле вот такой лейтмотив, хочешь мира, готовься к войне. Уважаемые гости, наше эфирное время, к сожалению, подошло к концу, я благодарю вас за участие, я вновь представлю вас нашим зрителям, все это время в студии непосредственно с нами был полковник запаса Расим Мухтаров, Расим, огромное вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо. И из Израиля с нами был известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гуд, Арье, вам тоже огромное спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Я напоминаю, в эфире телеканала CBC была общественно-политическая передача Актуальна сегодня, я ее ведущий, Санан Азайев. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Актуальна.